здравствуйте уважаемые коллеги мы сегодня продолжаем наш цикл вебинаров которые предназначены для помощи учителям в условиях дистанционного дистанционной формы обучения формат нашей встречи предусматривает также участие любых слушателей которые подсоединены которые считают что у них есть достаточно интересный вариант для того чтобы поделиться с другими учителями вопросы которые мы сегодня рассмотрим возможно кто-то уже давно решил вот мы сегодня предлагаем вдвоем с учителем школы 851 максименко сергей евгеничин расскажем потом какие уже есть интересные работы на наработки дистанционных форме обучения и в дальнейшем ответим на ваши вопросы я методист института содержание метода и технологии образования ямка петр богданович как я уже сказал максименко сергей евгеньевич это практикующий учитель технологии школа 851 вот и время которое мы должны на котором мы рассчитывать примерно около часа я начну из презентации как всего все вы знаете что эти вебинары проходят во вторник и в четверг поэтому если сегодня вдруг у вас получится какие-то накладки технически там с на этом ну или какие-то дела ничего страшного может это подобный вебинар увидеть в четверг это позволит в любом случае но поучаствовать спокойно отговорить различные варианты и так на сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим шесть основных вопросов касаемых дистанционных форм обучения начиная с весны у нас возникла такая ситуация весной она была неожиданная свалилась кому сказать на плечи учителей совсем скопом проблем связаны с организации технической из технической организации связи выбора используя программ которые позволяют проводить онлайн занятия вот но я бы это охарактеризовал что весной у нас была получена прививка как бы достаточно такие комфортных условиях потому что это был уже конец учебного года в основном были пройдены материал и это позволило за летний отпуск за летние каникулы подготовиться всем к дальнейшему к следующей волне которая предрекалась прогнозировалась она принципе и случилось и я думаю что в любом случае все подготовились возникают определенные вопросы которые необходимо решать основными вопросами дистанционного образования является следующее ну как бы по массовой массового отзыва учителей это как сформировать культуру поведения в онлайне как удержать внимание детей на протяжении всего занятия как эффективно используется ограниченное время вы знаете по самым самым ограниченное время работы с экраном и как организовать самостоятельно самостоятельно деятельность учеников то время когда они смотрят экран то есть находится вне использования гаджета как организовать чтобы каждый ребенок получил отклик на результат своей деятельности и как организовать контрольную бесписывание по вопросу формирования культуры в часть я думаю что всех большое значение они имеют это их личный опыт не только в онлайн но и вообще в оффлайн и уже сложившиеся отношения с как индивидуально с учениками так и с самыми коллективами думаю что вы уже имеете какой-то перечень правил которые придерживаются при проведении занятий если есть необходимость можно найти в интернете достаточно много вариантов культуры поведения в онлайн можно найти различные сайты и корпоративные так далее ну например на фоксфорд предлагается перечень правил ограничивающих что запрещается категорически что не рекомендуется при работе работе или учебного онлайн и что разрешается или приветствуется естественно должны быть назначены и санкции за нарушение которые должны применяться и одно из главных правил это чтобы учитель сам придерживаться объявленных правил что позволит придерживать придерживаться правил и эффективно проводить время потому что многие учителя говорят что достаточно много времени уходит на настройку урока на начало на организацию но я думаю что с каждым днем уже это приходит в определенную привычку уже какие-то вещи которые не проходят их не используют использует этот арсенал который позволяет организовать и придерживаться определенных правил онлайн второй вопрос это как удержать внимание на протяжении своего занятия у Сергея Евгеньевича есть достаточно интересный опыт он с ним поделится я предлагаю вот один из вариантов такой это когда ну чтобы удержать ученика все время в онлайне так сказать чтобы он не находился в бежурном режиме организовать работу так чтобы ученики понимали что в любой момент может быть задан вопрос касаемый материал который излагается здесь можно добавить вариант неожиданности вероятности или даже игры когда не вы назначаете исходя из предпочтений или каких-то других критериев следующего отвечающего используя генератор случайных чисел вы можете туда забить вот есть один из сайтов это randomis.ru где можно забить списочный по списку всех кто по номеру и задать этот генератор и в последующем объявлять исходя из него соответственно при настройках естественно необходимо убрать такой вариант чтобы не было повторов то есть наоборот установить так чтобы были повторы чтобы любой даже ответивший все равно понимал что в любой момент он может опять ответить и институт совместно методисты института совместно с учителями выпустили методичку брошюру которая находится на сайте непосредственно института если это в основном касается начальной школы по нашему предмету есть и несколько занятий по основной школе где предлагаются ресурсы которые вы можете использовать при проведении онлайн онлайн когда вы проводите занятия когда ученик самостоятельно без вас тоже в онлайне проводит занятия изучать материал и оффлайн когда нет возможности использовать интернет ученик использует другие источники и изучает ну вариант возможен там где-нибудь находится вне зоны действия интернет и так далее предлагаются различные сценарии ну методички варианты использования виртуальных посещения различных интересных сайтов где можно посетить там технологические технологически развитые предприятия какие-нибудь музеи какие-нибудь то что вам подойдет к теме занятия естественно путешествия не должны быть просто как ну там зашел посмотрел а необходимо готовить к этому посещению рабочий лист с вопросами или с каким-то заданиями или с квестом которые ученик или самостоятельно или в группе изучает пройдя по этой ссылке находясь виртуально в данном месте чтобы не задерживать ваше внимание я предоставлю слово Сергею Евгеньевичу который сегодня подготовил для вас материал о последующем вы пишите в чате пожалуйста какие-то вопросы или ваши отношения и так далее если у кого-то будет желание присоединиться к беседе и показать свой вариант мы приветствуем прошу Сергея Евгеньевич Добрый день уважаемые коллеги вернее уже добрый вечер ну несколько слов я хотел сказать по теме нашего вебинара нашей сегодня встречи да действительно вот этот формат дистанционного обучения достаточно интересный на мой взгляд и необходимый в данной ситуации предмет технологии он не только гуманитарный предмет он в основном технический прикладной много вопросов возникает и у родителей у детей по поводу практических занятий которые ну как воздух необходимы учителям и детям некоторые решения мы совместно нашли пути решения но об этих путях решения если у вас будут вопросы и интересно будет мы расскажем чуть позже ну а с самого начала я бы хотел вот поделиться с вами тем материалом который вот мы наработали совместно с учениками в этот вот сложный период дистанционного обучения ну самое главное да это нужно было заинтересовать детей чтобы они все вместе посещали онлайн уроки не просто включали компьютер и уходили по своим делам а чтобы они активно принимали участие в самом уроке естественно все предложения шли не только от учителей но и от детей одно из таких предложений было как вы понимаете создать интересную ситуацию заинтересовать детей несколько вариантов которые мы активно применяем используем это за 3-5 минут до начала урока мы сначала вывешивали вот на нашу страничку в темпе интервентуального урока так называемые мотиваторы то есть это вот рисунки которые не то что пробуждали детей ото сна если это первые уроки но каким-то образом мотивировали их к учебе это были слоганы симпатичные рисунки связанные с обучением я попробую вам сейчас показать несколько таких мотиваторов которые мы использовали в обучении а потом мы стали применять как бы вопросы на опережение то есть на экране вывешивали вопросы которые могут заинтересовать детей и настроить их на сам урок то есть это вопросы связанные естественно с темой урока но они такие были скажем так больше похожи на викторину на викторину и естественно когда начинался урок я например со своей стороны предлагал детям многие уже знали ответы на эти вопросы обращаясь к любимому гуглу яндексу значит они находили ответы но не сразу отвечали на них а я им предлагал все свои ответы озвучить в конце урока то есть тем самым дети были заинтересованы присутствовать на этом уроке ну это такая знаете пассивная активность но все равно внимание детей было приковано к экрану и уже они активно работали в уроке второй метод это метод оценки знаний детей впервые мы применили этот метод уже давно где-то лет пять-шесть назад когда оценка ответ ребенка оценивается не по пятибальной шкале а по стобальной шкале то есть задавались несколько вопросов и ответы на эти вопросы шла градация например правильный ответ десять баллов двадцать баллов тридцать сорок пятьдесят то есть в зависимости от сложности вопроса и если к концу занятий ребенок набирал сто сто пятьдесят баллов то есть он узнал что он получает пятерку там от восьмидесяти до ста баллов четверку от пятидесяти до восьмидесяти это вот три балла вопросы градация вопросов шла по сложности и естественно оценка была зависела от полноты ответа не однословные ответы которые должны быть расширенные развернутые и достаточно правильные это тоже на мой взгляд концентрирует внимание ребенка и он постоянно в течение всего урока пытается отвечать на вопросы и ну как бы вот этот вот дух азарта в нем присутствует до конца занятия чтобы набрать максимальное количество баллов причем вот это количество баллов которые дети получают в табличке отмечалось и вот дух соперничества тоже как бы призывал их к такой активной деятельности такой вариант на занятиях вот на опросах он присутствует но не каждый день потому что в связи с особенностями проведения уроков онлайн мы применяем такой опрос система опроса уже в виде накопления баллов потому что за один урок за 20 минут работы в онлайн естественно ребенок не может сразу набрать такое большое количество баллов поэтому это трансформируется на следующее занятие то есть система накопления если на следующем уроке ребенок например не принял участие он присутствовал просто то количество баллов у него естественно пропорционально уменьшается сгорает но все эти правила были разработаны совместно еще раз говорю с детьми и обсуждались система оценивания и вот мы применяем эту систему ну достаточно интересно что еще вот чтобы сконцентрировать внимание ребенка да вот петр богданец сказал что в любой момент учитель может провести опрос того или иного человека но я стараюсь не то чтобы внезапно задавать вопросы вопросы они возникают по ходу занятий сделать таким образом чтобы дети сами пытались как можно точнее и быстрее отвечать на эти вопросы для этого значит дополнительные материалы которые дети изучают ну скажем так ну пример такой я могу вам привести из когда у нас шло изучение темы металлы в пятом шестом классе вопрос который задавался детям назовите самый дорогой металл который существует на планете земля это был вопрос и перед уроком вот сейчас мы его часто используем естественно дети начинают пользоваться различными информационными справочниками искать ответы и друг перед другом начинают вот выступать что это за металл как раз тема материалы которые сейчас на шестом классе проходят искусственные материалы синтетические натуральные но все очень хорошо подходит вот под этот опрос те дети которые делают расширенный ответ говорят что не только что это материал например калифорнии 256 но и сколько он стоит да там цена например за 1 грамм 250 миллионов долларов вызывает неподдельные удивления у некоторых детей изумление восторг значит каждый начинает фантазировать как он будет добывать этот материал металл но доклад ребенка который говорит о том что это искусственный металл синтетический что его невозможно на земле его в естественных условиях не существует такой расширенный ответ ребенка он уже оценивается по ставится не одна а две иногда даже три оценки можем поставить плюс привлечение метапредметных связей то есть уже более точный рассказ из области химии географии и истории где впервые разработан был этот металл почему его можно получить только вот благодаря двум странам каждая страна по отдельности в настоящий момент не может его получать ну и вот такие основные вопросы это вот то что касается самих занятий на уроках вы знаете что мы не имеем права заставить ребенка включить видео изображение чтобы посмотреть он присутствует или не он тоже используем такой метод сейчас секундочку попробую за один ответ это вот Любовь Викторовна спросила я еще раз повторяю вопросы у нас градированные от десяти баллов самый простой вопрос и правильный ответ на него до пятидесяти то есть сложные вопросы с расширенным ответом могут достигать пятидесяти баллов ну вот пример таких вопросов я могу вам привести когда мы проходим опять же материал ну металл это моя любимая такая тема классификация стали вот здесь ребенок может подготовить расширенный ответ да то есть и естественно вот здесь оценка уже будет у него если он полностью все осветил всю тему оценка может достигать пятидесяти баллов и вот Петр Богданович в начале нашего вебинара в самом начале говорил о том что вот правила поведения да было много случаев когда дети начинали использовать доску чат для надписи там непотребного скажем так содержания мы это наказывали очень строго вплоть до как бы удаления ребенка с урока и допуск на следующее занятие он уже должен был получить непосредственно учителя объяснив свое поведение вот этот вот момент он очень такой скользкий очень сложный потому что доказать что именно ребенок этот момент проводил какие-то действия очень сложно ну что он например лично писал хотя мы конечно пытаемся выяснить твой чат твое поведение вот но это приносит определенные результаты потому что не допустил не допустив его до следующего занятия да мотивируя тем что вот он мешает не только себе но и другим детям он может присутствовать но отвечать как бы у него возможности ограничены таких моментов было несколько ну таких случаев было несколько за все время работы но это в основном седьмые классы но честно вам скажу что вот за последний месяц ни одного такого негативного поведения детей не не наблюдалось я еще стараюсь своей работе привлечь родителей вот это дистанционное обучение имеет еще один такой большой положительный плюс то что совместно с детьми на уроках могут присутствовать и родители очень часто в процессе ведения уроков возникали возражения то есть я понимаю прекрасно что родители тоже слышат наши уроки тоже присутствуют и иногда у них возникает неподдельный интерес вопросы и они задают в прямом эфире и как бы наш урок он перестает быть ограниченным среди детей еще плюс привлекаются родители как правило с родителями мы стараемся не только отвечать на их вопросы после уроков не во время уроков конечно если вопрос по теме да и вот он какие-то возражения дискуссия то можно во время урока так с родителями мы после урока в чате основная работа с родителями ведется в том направлении чтобы как-то возобновить практическую деятельность практическую работу вы прекрасно все понимаете что любая практическая работа технологии связана с техникой безопасности поэтому мы разрабатывали различные варианты практической деятельности но остановились на самом благодатном это вот конструирование и моделирование использование пластических современных материалов в проектной деятельности ну пятые классы шестые с ними немножко проще а вот седьмые восьмые девятые там есть определенные не трудности а скажем так сложности с пятыми классами мы используем в основном пластический материал это пластилин пластика бумага картон клей провод различные алюминиевые медные составление проектов обсуждения проектов ну сейчас шестые седьмые классы пытаемся с ними вот по примеру Сергей Владимирович Мосина создать 3d как бы проекты 3d моделирования с использованием компьютерных технологий тинкеркат очень хорошая программа на прошлом вебинаре мы ее обсуждали очень заинтересовал и меня и детей первые результаты у нас уже появились но это больше конечно относится уже к неурочной деятельности ну и последнее скажем так одно из самых сложных вопросов это было домашнее задание выполнение контроль домашнего задания здесь выручают тесты тестовые задания которые создаем мы совместно с нашими коллегами по школе ну учитель технологии и вот совместно с другими учителями с которыми мы общаемся ну я вкратце вам рассказал ну насчет видео все присутствуют на уроке это точно а видео они включают когда отвечают на тот или иной вопрос да бывает такая ситуация когда одновременно включает сразу пять шесть экранов и все пытаются по очереди вот в этот момент я значит говорю так стоп первый включился например Шалилов Дамир второй там Борискин Николай третий такой и вот они по очереди отвечают чтобы не было вот этого хаотичного ответа ну естественно все слушают как правило вопросы очень похожи с небольшими дополнениями но градация оценок как я уже сказал вот по полноте ответов могут все три сразу получить там например 15 баллов за свой ответ хотел показать вам еще небольшую систему скажем так кодирование заданий с использованием программы qr-кодов Сергей Евгеньевич пока готовьте я вот объявление сделаю чтобы ну я в чат выложил ссылочки и касаемые вот что Сергей Владимирович нам предложил это касаемые программы кинкеркат это упрощенная такая программа которая позволяет приобрести навык в работе с меню более сложной программы автокад то есть эта программа позволяет создавать 3d модели и последующим вот как он решил и достаточно уже многие учителя технологии решили этот вопрос именно так это когда в начале года создается условия для того чтобы дети готовили проект они выбирают тему проводят анализ и так далее обосновывают цели задачи и последующим вот по завершении этого проекта они защищают так как у нас предмет ориентирован на создание какого-то натурального продукта вот чтобы обезопасить вопросы связанные с безопасностью на дистанте они особенно имеют сложность вот что Сергей Владимирович что там например в детской школе интернате тоже учителя делают так по завершению уже по созданию в 3d программе модели ученик пересылает учителя и учителя спечатают на 3d принтере некоторые даже проводят онлайн или записывают на документ камеру там говорили что можно экшн камеру применить и так далее когда идет процесс то есть ученик не чувствует себя ну выключенным из процесса он чувствует себя конструктором который поставил ну какие-то цели и достигает ее создав эту идею в чертеже а учитель в данном случае выступает как мастер производства он производит непосредственно вот эту модель очень интересные идеи там он показывал к сожалению сегодня он также на олимпиаде занят он показывал достаточно большой набор созданных моделей на 3d принтере вот если вопрос связанности с тинкер кадом вас заинтересовал то вы можете пойти по ссылке получить эту программу она бесплатная для образовательных целей есть также видео там же ссылка которая объясняет как работать очень простая легкая работа программа на месте с тем я возвращаюсь к вопросу автокада который ну как один из программ может осваиваться в старшем классе так же как и компас это все здесь закладываются у учеников навыки по использованию меню и по черчению естественно в этих программах также еще один вариант рассказывали об обеспечении безопасности в условиях дистанта то есть снижение риска травмы и так далее это как уже сказал Сергей Евгеньевич обязательное привлечение родителей естественно идет общение с ними и в последующем когда у них есть время там неурочное время для ребенка они могут создать какую-нибудь модель или задание или как выберут ученик в своем проекте как называются учителя достаточно часто родители с радостью включается процесс потому что здесь мы понимаем что и расширяются возможности по укреплению семьи потому что можно оторвать ребенка от гаджета пообщаться передать какой-то свой жизненный опыт мамы или бабушки начинают показывать такие кулинарные шедевры они готовят дети совместно готовят родителями только совместно естественно и делают видео фильмы или фото отчет и некоторые классы например уже создают книгу рецептов например блинчиком сырником ну каких-нибудь других интересных которые учитель посчитал интересны для детей то есть книга рецептов класс создается онлайн книга туда все загружают свой материал это и укрепляет коллективы идет общение вне учителя то есть они между собой уже передают какие-то как принято сейчас говорить лайфхаки по приготовлению или по фиксации или по оформлению то есть вопрос касаемый я бы его называл главным вопросом для нашего предмета это обеспечение соблюдения безопасности это надо обращать внимание в любом случае я думаю что это не надо объяснять но в условиях дистанта когда вы далеко от ребенка эти вопросы необходимо решать уже с привлечением родителей потому что самостоятельно даже с элементарными какими-то инструментами это все равно риск вот Сергей Евгеньевич вы готовы продолжить если у кого-то возникли вопросы прошу задавайте в процессе будем отвечать да ну давайте я вот вернусь как бы к началу нашего разговора и просто покажу ну некоторые ну вот qr-код ну давайте сначала мотиваторы вот такой мотиватор например за 2-3 минуты мы показываем перед уроком который тоже как бы косвенно настраивает детей на то что вот нужно как бы перешагнуть через лень через усталость через какие-то трудности которые возникают видно у всех надпись да второй пример qr-кодов вот посмотрите пожалуйста это пример теста для шестого класса если у вас есть возможность взять свой мобильный телефон но опять же при условии что у вас есть программа для считывания qr-кодов то вы можете посмотреть что закодировано какая информация закодирована в этом qr-коде такие qr-коды я попрошу вот кто смог считать записать что там обнаружено ну вот такие qr-коды да можно отправлять индивидуально каждому ребенку то есть не всему классу можно конечно всему классу отправить на доске а можно через чат индивидуально подготовить для каждого ребенка такие вот вопросы ну естественно обозначив их заголовок там qr-код шестой класс там фамилия например борисенко или кто-то еще вот второй qr-код продолжение этих тестов третий четвертый а вот в этом qr-коде уже как бы новый материал который мы проходили на уроке вот если у кого я говорю есть возможность вы можете попробовать сосканировать и посмотреть само как бы сам материал что здесь закодирован программа по составлению qr-кодов она достаточно простая доступная если кому интересно я могу прямо сейчас вот в эфире продемонстрировать как это делается единственное что перед каждым занятием нужно время да вот это основное что не хватает как правило учителю чтобы полностью полноценно подготовиться к уроку если у вас есть какие-то вопросы есть есть Сергей Евгеньевич не успели сканировать с мотиватором qr-код очень быстро перескочили да спасибо Нина Алексеевна это этапы проекта тесте я скинул ссылочки потерять эти тинкин карту кадр по видео так далее можете еще раз продемонстрировать Сергей Евгеньевич мотиватор ваш мотиватор сейчас сейчас я вам его еще раз подключу так 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 я его уже выключил да пока Сергей Евгеньевич включил демонстрацию я хочу еще сказать еще такой вариант это создание онлайн таблиц то есть это тоже контроль знаний в онлайне то есть вы можете зафиксировать заполнение таблицы это он для каждого будет напротив фамилии свое задание это тоже достаточно интересный вариант можно объединить с QR-кодом посмотреть такие варианты чтобы не было текста в табличке а был QR-код для каждого из учеников ну что Сергей Евгеньевич получается да давайте сейчас я подключу ну мотиваторов на самом деле может быть много и каждый раз ну да только вкратце Сергей Евгеньевич это ваша любимая тема да 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 ну перед занятием я еще раз хочу повториться да что за 2-3 минуты перед началом когда дети собираются находятся в зале ожидания вот такого типа мотиваторы как заставки или как слайд-шоу ну пропускается на экране естественно поднимается настроение люди просыпаются кто-то для себя там находит что-то новое кто-то настраивается на уроки ну вот такие картинки мотиватор можно найти в интернете очень много иногда мы просто устанавливаем одну картиночку на весь день ну например сейчас я вам покажу самая любимая картиночка ну вот такого типа то есть что наука всем возрастом покорна в том числе и детскому кликните увеличьте потому что мы видим только общую секунду секунду вот это вот видно да сейчас видно полностью всю папку а вы что-нибудь покажите то что сейчас секунду развернете ну вы сейчас у вас экран демонстрируется просто развернете вся папка попробуйте в папке должно загрузиться ну вот сейчас этот мотиватор вышел у вас на экран нет общая папка только нажмите любой картинок чтобы ближе было сейчас да я открою видно да 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 видно спасибо ну вот я еще раз говорю хочу вот такие вот мотиваторы которые в формате слайд-шоу проходят в течение двух трех там ну в зависимости от того сколько времени остается до начала ну и вот еще раз говорю самый любимый мотиватор который как правило мы оставляем на целый день ну вот это вот что наука всем возрастом покорна как раз дети узнают форму дифференциального уравнения и вот этот вот веселенький рисуночек спасибо спасибо какие есть вопросы коллеги почерпнули что ли вы что-нибудь интересное для вас либо Виктор на что-то пишет так вам спасибо что вы присутствовали надеюсь что вам что-нибудь здесь вы что-нибудь подсмотрели потому что в дистанте основа это интернет в принципе это инструмент который позволяет самообразовываться саморазвиваться это не ограничено никаким пространством по сути интернет это вся земля все знания определенных навыков знаний языка можно подглядеть вплоть до массачусетского технологического университета который уже несколько лет лет пять или даже больше назад начал преподавать ну представляет свои учебные материалы в открытом доступе в интернете и достаточно много различных других сайтов которые позволяют развиваться главное поставить цель и достаточно небольших навыков и в принципе можно что-нибудь интересное подсмотреть у кого-то не только в Москве или в нашей стране но и до рубежа вот я увидел там появилась просьба так вот Екатерина Александровна она просит вас по возможности если вы готовы поделиться своим опытом для публикации пост на фейсбуке указан ватсап ну и что бы еще хотел сказать я вижу здесь достаточно большое количество людей которые делают материалы в модерации в мэш и нам попадают на модерацию вот я бы попросил внимательно относиться к изменившимся критериям немножко к таким вопросам как определение тематического каркаса потому что вы знаете что раньше было это это немножко не в тему сегодняшнего занятия но все-таки я должен беспокоиться о развитии ресурса достаточно много возлагаем надежд и в принципе достаточно успешно пользуются многие учителя во время десанта при создании тех же поурочных планов я обращаю внимание что раньше было список контролируемых элементов достаточно объемный достаточно много там было повторений и так далее сейчас тематический каркас по-разному можно его оценивать но единственное что можно сказать он более организован более логичен более такой простой можно сказать там если у вас ну вы хотите загрузить какой-то материал в библиотеку внимательно читайте темы и дидактические единицы всегда можно подыскать то что то к чему можно привязать потому что без привязки литернательского каркаса практически материал нельзя загрузить без заполнения всех остальных и так далее он развивается есть предложение в сторону развития уже прошли пятницу прошли городской этап обсуждения от что необходимо ну будет рассматриваться дальше экспертным сообществом будет выложено в открытом подтверждение и уже к следующему году будет возможно будут какие-нибудь изменения в каркасе просто прошу внимательно посмотреть там в принципе это предмет предмет основной школы там тоже рассматривать сегодняшняя да сергей евгеньевич хотел еще несколько минут вашего времени наторвать просто сегодня мы обсуждали с некоторыми учителями уже не в нашем вебинаре между вебинарами как создавать вот эти qr-коды если есть возможность давайте я просто продемонстрирую как это делается это не сложно это достаточно быстро да да в принципе это не должно пугать при хорошем ну хорошим исходном материале qr-код это всего лишь инструмент да вот посмотрите есть вот такая программа qr-код точка ру она ссылочка у нее самая простая здесь здесь есть генератор qr-кодов можно сделать ссылку в виде qr-кода на сайт визитную карточку или смс сообщения но я вот обычно выбираю любой текст если давайте вот примеру возьму сейчас текст из-за занятий открывается школа любой вордовский документ вот обращение в тех поддержку к примеру вы копируете вордовский документ открываете программу вставляете этот текст в окошечко создаете qr-код вот ваш qr-код сгенерировался текст естественно может быть большой небольшой в зависимости от количества букв цифр там появится размер qr-кода сохраняете картиночку в своем компьютере в папочке в разделе qr-коды вот видите здесь ну я вот просто на рабочий стол и у вас этот qr-код уже есть в запасе после этого достаточно во время урока пройти по этим ссылкам и вставить тот же самый qr-код в любое сообщение в чате то есть индивидуально отправить ребенку его персональное задание ну или вывесить его на общее обозрение чтобы каждый во-первых это привлекает внимание то что ребенок может воспользоваться не только компьютером но и своим гаджетом своим телефоном вот сейчас такой организационный момент даже проводим в пятых классах потому что дети настолько продвинутые и не хотят расставаться со своими мобильными телефонами во время уроков на все замечания они всячески их прячут эти телефоны там в различные места и затарчивают вот поэтому мы им предлагаем не прятать телефоны да ставить положить на парту потому что будет практическая работа с использованием ваших любимых гаджетов на экране доски выводим вот этот qr-код ну заранее заготовленный каждый ребенок с таким интересом сканирует qr-код получает вот этот материал для изучения или для задания вопросы например там мы делаем вот в группе у меня в пятом классе двенадцать мальчиков и три девочки отдельно для девочек задание отдельно для мальчика вот ну как правило и мальчики пытаются сканировать задание для девочек и вот тем самым начинается такая совместная работа ну это то что касается вот этих qr-кодов еще раз повторяю делаются они очень быстро и достаточно активно дети работают с этими заданиями вот у меня все спасибо сергей евгеньевич какие есть вопросы коллеги ну вроде бы сергей доступны объяснил нашего сергей евгеньевича максименко за очень интересный содержательный доклад его новаторские методы которые используют в своих занятиях вот я надеюсь что вам было сегодня интересно что вы будете применять на себя эти различные не хочу применять это слово лайфхаки но я понимаю то есть причем момент что мы не знаем сколько будет это длиться мы не знаем когда это закончится поэтому надежда как было весной что мы дотянем до лета там все будет нормально она сейчас переформатировалась вы видите что какая ситуация вот и надо понимать что дистант он пока те реальные условия у которых существует и надо всегда искать какой-то положительный какой-то опыт который даже в этих условиях мы приобретаем потому что закончится мы все надеемся на это закончится вопрос связан с ковидом все равно есть другие грипп всякие простудные заболевания когда целый класс уходят на карантин и я думаю что после вот этого полученного опыта да такой неожиданный опыт можно было без него обойтись но вместе с тем мы я думаю что для нас уже вопрос связанный с дистанционным образованием там если ребенок не может посевать школу какую-нибудь я думаю что это будет проблемой и даже если мы будем так называемым оплами то есть привычным образованием надеемся ближайшее время мы все равно будем использовать вот эти различные удобные инструменты которые мы сейчас используем в дистанте мы уже привяжемся к ним я думаю что ну как эффективность определяет необходимость если есть какие-то более эффективные методы и они доступны почему их не используют вот я очень благодарен вам что вы посетили наш вебинар надеюсь что вы получили ответы на вопросы которые у вас были вот благодарю желаю вам всех здоровья и успехов вебинар закончен спасибо да всем спасибо хотелось бы услышать и ваши тоже наработки поделиться что-то интересное наверняка есть и у вас спасибо большое до свидания спасибо спасибо и